Е4, Е5, конь Ф3, Е6, комбит Е5, это Еферзь H5 и гарантированная победа, вы там выиграете все партии, да? Да, играть с пьяным на стриме это чит-код. Они нюхали какой-то нашаты, что ли, перед партией, вот это было очень странно. А я раньше этим баловался, ну как баловался, раньше этим занимался, но в какой-то момент я понял, что это не настолько анонимно, насколько хотелось бы, да? Как бы там по ходу партии неоднократно сошел с ума. И это матч, на котором реально проделась кровь. Жеребьевка, она довольно гнусная получилась, но когда там перед последним туром у тебя плюс три, еще у двоих плюс три. И еще одного плюс четыре, это анекдот. То есть не главная часть, для меня главная победа. Что ж так сильно ты играешь? Друзья, всем привет. Канал Книжный Чел уже в третий раз в гостях у меня Ян Непомнящий. Ну, не нуждается в представлении человек, но для тех, кто не в курсе, живет где-то в шалаше и не смотрит шахматы. Легендарный шахматист, дважды претендент на шахматную корону, дважды победитель турнира претендентов. Очень много других титулов, ну, скажем только что, гроссмейстер, участник мировой элиты. И сейчас мы в Астане, потому что оба участвуем на одном и том же турнире. Для меня это, кстати, вообще большая честь, тоже играть на командном чемпионате мира, хоть и на последней доске. Но все-таки круто, что мы встретились уже в таком составе. Привет. Ты мне напомнила, как я недавно пересматривал «Игру престолов», и там, значит, серия, где встречается первый раз Джон Сноу с Дейенерис, заходит в зал, ее там представляют, да, там, Халиси Великого Травяного Моря, там, туда-сюда, там, Неопалимая, Матери Драконов, там, да-да-да, и так далее. Ну, как, на минуту перешли на титулов, всякая пауза. Джонс, ну, король севера. Ну, тебе можно уже и просто, Ян, не помнящий, представляться в этом плане. Ну, круто, что заглянул. И давай сразу обсудим изменение твоего статуса, потому что вот мы с тобой, когда записывали в 22-м году, я помню первый наш подкаст. После этого еще вне камер чуть-чуть пообщались, и я тебе говорю, Ян, почему ты не становишься шахматным креатором, помимо того, что ты топ-игросмейстер, что ты, ну, классный, харизматичный парень, интересно комментируешь и так далее. Что люди там, хикару этого смотрят? Надо уже Яна смотреть. Вот. А ты говорил, ну, что-то времени нет и так далее. Что изменилось? Почему ты все-таки ворвался в эту стезю так более интенсивно? Понятно, что ты до этого тоже там периодически, эпизодически стримил, но все-таки сильно меньше. Ну, я подумал, что нужно какое-то хобби, во-первых. Во-вторых, я как-то примерно тоже думал, на что можно как это. Ну, насколько это многое отнимает времени. Все это отнимает времени, конечно, намного больше, чем думаешь со стороны до того, как начинаешь. То есть даже там, условно, записать какой-то подкаст, как бы час, потом его еще отсмотреть, потом отсмотреть справку. В общем, все это как-то растягивается. То есть час надо умножать еще на сколько-то. То есть там, ну, на 4-5 раз, как минимум, да. То есть, наверное, это зависит еще очень сильно от контента. Вот. Но какие-то всякие там блоги про турниры, да. То есть там анализы, там, рекапы партии, после партии. Да, это все на самом деле более-менее делается, ну, на скорую руку, да. И на самом деле не требуется особой подготовки, да. Ну, там, как Акын, да. Там, что вижу, например, то пою. Ну, и так или иначе, например, после партии все равно придешь там в номер, посмотришь с компьютером, да. То есть там какие-то... То же самое время, в общем, потратишь на анализ. Но если делаешь это еще и на камеру, и там перед микрофоном, ну, наверное, что-то меняется. Но принципиально мало что. Вот. А в целом, да, то есть у меня этот канал как-то был. Я в пандемию думал его развивать. Потом как-то меня засосала опасная трясина. Начал в шахматы играть. Вот. В шахматы еще играю. Ну, если серьезно, я подумал, да, что как такой сайт-проект какой-то, да. То есть такой немножко... Ну, наверное, будет не вредно. И мне, в принципе, интересно. И, может быть, людям познавательно. А как на это вообще повлияли какие-то другие кейсы успешные? Ну, того же Хикару, например, что он на высшем уровне играет и успевает все эти рекапы записывать и стримить? Ну, как бы, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, очень сложно там кому-то соответствовать, да. То есть там все-таки двух одинаковых людей, наверное, не бывает. Ну, у него тоже немножко другой тип контента, да. И он все-таки на этой работе, наверное, лет 5-6 уже, да. То есть там, на самом деле, у него канал, то есть он взлетел, так прям очень сильно поднялся он во время пандемии, естественно, в 20-м году там прям. Вот. Но, например, там, Готэм тоже самое, да. То есть там за пандемию, там, примерно, From Zero to Hero. Как-то так. Так. Но нет, как бы, таких каких-то, не знаю, нету мегаломании, да. То есть я не вижу там у этого канала, там, словно, 5 миллионов подписчиков, хотя будет, конечно, приятно. Вот. Но, по крайней мере, не вижу их там в течение двух месяцев, да. Вот. Ну, сколько-то, я не знаю, там, постепенно. Ну, сколько там, сейчас 50 тысяч, может быть, чуть больше, да. То есть, ну, пока что надо понимать, у меня такой... Плюс у меня контент такой не... Ну, не то, чтобы там совсем не попкорновый, да, но все-таки там, как обыграть соперника за три хода, лучшая ловушка в дебюте, да. То есть это немножко другое амплуа. Я как-то больше там про... Ну, не то, чтобы про подумать, но как-то про какие-то там шахматы, взгляд, ну, шахматного профессионала, да, какие-то вот пытаюсь там... Ну, не упрощаешься чрезмерно это все. Ну, то есть не ухожу, как бы, а, в трэш, и, б, как бы, вот, там, примерно в контент совсем для новичков. То есть это такой контент уже, наверное, для людей, которые так или иначе с шахматами какое-то время сосуществуют. А вот как ты оцениваешь, кстати, ЦА? Ты, условно, там, тысяча плюс фида, 1500 плюс? Сложно сказать, ну, наверное, 1500, наверное, плюс, да. Ну, просто любители шахмат, которые уже какое-то время играют, которых там что-то интересует помимо, вот, там, как там примерно выиграть за пять ходов, там, не знаю, дебютная ловушка, гарантированная победа. Это я несколько лет назад еще, мне кажется, до пандемии, я смотрел самое популярное видео шахматы на Ютубе. Значит, просто, ну, такого шакального качества немножко, значит, ну, просто, условно, слятые на тапок, шахматная доска деревянная, да, вот так, как бы, вид, там, например, спереди, сверху. Е4, Е5, конь Ф3, Е6, комбит Е5, это Еферзь H5, и гарантированная победа, вы там выиграете все партии, да, то есть это, типа, 4 миллиона просмотров. Класс. Это еще, как бы, там, до, мне кажется, Хикару еще даже вот не знал, что такие цифры есть, как бы, да, то есть там, что есть числа с, не знаю, с шестью нулями. Ну, это был голубой океан тогда, да, то есть не было игроков вообще. В смысле, игроки в шахматы были, а игроки на рынке шахматного креаторства отсутствовали. Ну, практически, не, ну, были какие-то, но скорее такие были пионеры еще на тот момент. Ну, кто, а Дагматор, или как там его зовут? А Дагматор, да. Один из первых. Ну, кстати, какой он начал. Он, наверное, один из первых миллионников, да, то есть, но он, да, то есть максимально у него как бы, ну, надо сказать, что его контент, он не менялся, мне кажется, вообще никогда. Да, он как записывал, так и записывает. Микрофон, партия вообще без каких-то просто, вот партия показывается там, и формат ролика примерно там 10-15 минут. Ну, люди это смотрят, да, то есть у него есть постоянная аудитория, то есть и на самом деле очень много похожих каналов есть уже на русском, да, то есть они под этим влиянием были созданы, вот. Но они, окей, там, мне кажется, у нас любят часто так уйти, знаешь, как-то покритиковать, а вот здесь гроссмейстер зевнул. Не заметил, да, потому что удивительно, как так вышло, да, и так далее. Ну, то есть это... Все-таки на русском качество, может быть, не качество, но уровень контента в среднем, как ни странно, ну, может быть, это и логично, что там большая культура шахматная выше, то есть там, условно говоря, твой канал, Левитов ЧС, они ориентированы не на там супер такую профанацию, да, не на то, как поставить детский мат, а скорее на какие-то более высокоуровневые, глубокие. Ну, искусство в том, да, чтобы быть ориентированным на всех, как бы, да, то есть, ну, это некая какая, ну, скажем так, ну, там, не знаю, грань, черта, я не знаю, что-то вот. Мне пока через это сложно переступить, чтобы там примерно записать, там, дебют за пять минут, например, да, то есть это можно там много придумать, смешных названий. Ну, это тоже, да, можно за обращение посчитать. Да, или там, не знаю, там, история, и как там, не знаю, там, шорты с дебютными ловушками и так далее и тому подобное, но это все, это как бы уже будет следующий этап. Я пока как бы, то есть, пытаюсь, ну, придерживаться некого формата, да, то есть, какие-то там прямые трансляции, может быть, что-то там покомментировать изредка, да, вот тебе вот сейчас такой-то пару дней назад комментировал матч в Speed Chess Championship, да, то есть, там, Саша Грещук играл с Ферруджей. Ну, у тебя какие-то там стримы вторников, да, хотя это, конечно, мазохизм тебе в чистом виде, да, то есть, стримы вторников, это так, это ждешь, пока тебя обучат. Да, я каждый последний раз смотрел, каждый раз ты попадаешься на какого-то подозрительного типа. Ну, очень много, на самом деле. Или ни одного даже. Очень много тех, кого явно или тайно подозревают, ну, их, конечно же, не большинство, но их там, ну, и не единицы, я бы так сказал. Ну, это, конечно, обидно всем. Ну, ладно, мы чуть-чуть. Почему обидно? Я в какой-то момент, я в какой-то момент уже начал относиться с иронией, да, то есть, ну, а что, ну, там, какой-нибудь, там, не знаю, абстрактный там мастер-фиды, там, тебя там, не знаю, там, чешут, как бы там, обыгрывают, там, не знаю, или ничего с тобой делать с позиции силы. Ну, как бы это же в первую очередь забавно, да, потому что забавно, ну, даже не, ну, как бы сам факт расстраиваться из-за партии в интернете по три минуты, наверное, уже не стоит слишком сильно, да, то есть, ну, как, да, то есть, там, не получишь какие-то призы, но главное же это все-таки шоу для зрителей, вот. А забавно же еще и то, что как-то был взвешенный, найден легким, так вот они вот бывают проверены и найдены неуиновными, как бы, да, как говорится. То есть, они говорят, не, ну, там, у него был хороший день. Хороший день, окей, отлично. Не, ну, наверное, в каком-то проценте случаев действительно, но явно не в 100. Это объяснение примерно 100% случаев. Ну, в смысле, что в каком-то проценте случаев действительно у человека такое бывало? Ну, бывало. Что фиде-мастер, наверное, ну, там, одну из, там, тысячи партий сможет выиграть у гроссмейстера. Ну, вот это вот очень опасный, как бы, путь, потому что вот тут мы уходим, не знаю, в статистику вероятности, это как бы уже такая вотчина-храмника, туда лучше не заглядывать. Да, мы записывали с ним подкаст. И я видел, да, я видел, кстати, ну, такой интересный по-своему. Твой тоже был классный. Но получается, что они начинают вот это применять, ну, условно, там, через ком, он начинает говорить, что вот, ну, знаете, ну да, но он уже может такую партию сыграть? Ну, теоретически, да. Ну, одну из тысяч он может сыграть, ну, одну из ста может? Ну, может. Ну, в чем вопрос тогда? Не, ну, то, что действительно не все... Что 100 других мастеров фид даже не сыграли эту партию? Да, да, да. А он сыграл. Не все сыграли. Ну, как вот нынче встречаются люди, когда обсуждают шахматы, рано или поздно, это как закон Годвина, что Гитлер всплывет так же с читингом. Ладно, давай о чем-нибудь более позитивном. Об креаторстве хотел больше с тобой поговорить в твоем. Потому что, ну, интересно, все-таки это у тебя новое, ну, или, может быть, не суперновое, но все равно там амплуа такое, более плотное, в котором ты сейчас занимаешься. Ты думаешь, что это станет более популярным? Условно говоря, что чемпион мира какой-нибудь следующий, что он будет еще и стримить свои партии там регулярно и так далее, если это будет не Динг, потому что Динг вряд ли будет стримить. Да бог его знает, мне кажется. Ну, времена меняются, то есть фактически, ну, как бы, на кому ура, то, что он делает, он сейчас где-то в тройке, наверное, да, там, по рейтингу. Второй, по-моему, да. То ли второй, то ли третий, ну, где-то, в общем, неплохо стоит. Вот, это для меня, кстати, очень большая загадка, да, потому что вот он делает, по идее, все наоборот относительно классических представлений о том, как там совершенствоваться, там, поддерживать форму, да, то есть это некий феномен, безусловно. И, ну, в известной степени, да, он, наверное, сейчас один из самых популярных шахматистов, да, там, наряду с Карлсоном, да, то есть там, ну, там, условно, наряду с рейтингами, там, с первыми рейтингами листа, но именно по совокупности, там, условно, популярный как контент-креатор и шахматист, он, наверное, номер один. Да. Вот, то есть у Карлсона тоже есть какой-то свой канал, там есть примерно, да, наверное, есть миллион подписчиков, да, но он как бы не видит этот канал, там, просто вот это, мне кажется, часть вот этой империи Play Magnus. Хотя, если бы он почаще пьяным играл, мне кажется, он бы обогнал Хикару на стриме. Ну, реально, да, здорово. Это чит-код, да, играть с пьяным на стриме, это чит-код. Так что, если там какой-нибудь, не знаю, там, чемпион мира, ему там седина в бороду, там, без ребра ударит, он решит, что надо вот устраивать реалити-шоу, ну, вот у нас вот есть кандидат, там, Ниман, да, с Сантой Барбарой. Он перестал что-то в влоги свои выкладывать. Ну, не знаю, может, как-то, может, не знаю, камера сломалась, микрофон плохо записывает. Это очень странно, почему? Но он очень активен в соцмедиа, да, то есть там вот сейчас он как раз, мы сейчас говорим, он, мне кажется, сейчас играет матч с МВЛ. А, в Speed Chess Champions. Да, да, да. На кого ставишь? На нашего, конечно, на МВЛ. МВЛ классно, да? Ну, МВЛ, да, он сейчас, в принципе, более-менее в форме, и он, ну, и парень же приятный, как бы, играет. Вот, ну, когда в форме, да, играет, очень хорошо. Мы в Париже с ним предварительно договорились тоже сделать, надеюсь, что получится подкаст. Хорошо, значит, возвращаясь к теме, ну, просто вот я сейчас смотрю, там, ты стримишь, ну, понятно, Хикару, Аниш регулярно тоже, Фабиану свой подкаст, ну, у тебя тоже подкаст. То есть уже где-то, ну, там, может, не половина, но существенная часть топов начинают озаботиться тем, чтобы делать контент. Это для всех хобби, или просто устали тупо играть в шахматы все, или почему, или, может быть, сайт-хассл, чтобы денег больше заработать? Какая мотивация у людей в основном? Ну, я думаю, что Хикару – это основной источник дохода. Ну, Хикару – да. Да, то есть это, ну, с колоссальным отрывом все-таки. А остальные, ну, частично хобби, да, частично как бы, ну, это на самом деле, то есть входной порог все-таки довольно низкий, надо признать, да, чтобы там производить какой-то контент, я не знаю, суперкачество там, да, там нужно стараться, там нужно этому много времени посвящать, но отчасти даже как бы на коленке, как это там у меня там происходило долгое время, да, в принципе, в большом счете сейчас тоже. Например, там у Харуаны, да, то есть там вот эти подкасты на двоих с Кристианом Чирилой. Ну, это опять входной порог такой, да, то есть там как это «Dude with mouth and microphone». Так, наверное, ну, для вновь пребывающих это примерно так и выглядит. Вот, и... Ну, это работа, как креатор. Ну, как бы это работа, если ты от этого зависишь, как бы, да, то есть если ты от этого зависишь финансово. А финансово от этого, наверное, ну, то есть из тобой перечисленных никто в данный момент, ну, как-то не зависит, да, напрямую, там, или там, не знаю, посредованно, ну, за исключением Хикару, но он как бы уже как-то перешел в стадию там пассивного дохода, да, сколько там, 2,5 миллиона, наверное, на Ютубе, там, да, там еще столько же примеров на Твиче. Вот, ну, очень много таких же примеров, да, ну, Окей, Готэм Чес, Окей, там, не знаю, Сестры Боттес, там, много очень, там, Анна Крамлин, по-моему, да, такая вот тоже очень популярная. Так что, да, на фоне большого возросшего интереса к шахматам, да, то есть там, как шахматы, одна такая все-таки, там, и игра, которая в телефоне всегда с собой, да, и как-никак все-таки интеллектуальная в некотором роде, да, то есть там, по крайней мере, так они говорят. Хочется верить. Возможно, да. Ну, такая как бы неупиваемая чаша для стримов, да, то есть это, там, не знаю, уже вот уж сколько раз твердили миру, ну, там, тот же самый контент от Хикару, вот спидран от нуля до трех тысяч, а вот сегодня я там буду играть, там, не знаю, там, F3, G3, король F2, а потом я буду играть другой дебют, а потом я... И это как бы делают все, это повторяется, 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 и это такая, как бы, жвачка, у которой невозможно проживать до конца, видимо, да, то есть этот контент, который его будут всегда смотреть, потому что, ну, просто как-то человек играет, что-то играет, говорит, играет, говорит, и, ну, может быть, публика стал менее притязательный, да, но сам по себе, как бы, не знаю. С одной стороны, входной порог и для креаторов, он как бы немножко стал ниже, и именно для качества контента, да, то есть этот контент, он может быть примерно любым, то есть просто ты как бы что-то делаешь, как бы, и уже кто-то будет это смотреть, только потому что ты это делаешь. То есть смысловая нагрузка, она тут немножко второстепенна, и вот всякие там, не знаю, серьезные каналы, типа подкасты Каруаны, ну, по большому счету, довольно серьезный канал, да, то есть там много интересных гостей, то есть там они, не знаю, в трэше, в трэш что-то лично не были, да, то есть там самое такое вольное, что я у них видел, это Каруана играет в Торника, а Чирилла комментирует. У них было что-то, что они нюхали какой-то нашаты, что ли, перед партией. Вот это было очень странно. Смел и чес, я оставлю ссылку. Вот, это был единственный, это Кристиан придумал, я так понял. Фаби согласился, но видно было, что он был недоволен. Понятно. А от тебя, когда увидим спидран по Бонг Клауду или... Ой, я не знаю. Ты таким заниматься не будешь, да? Пока была пандемия, мы все говорили, вот сыграй, сыграй. Мне там, по-моему, Левитов у тебя на канале делал тоже спидраны, кто быстрее всех там за 24 часа наберет 3000 рейтинга. В итоге кончилось с тем, что, по-моему, Бортник, он просто с каких-то аккаунтов друзей их вызвал, там забрал примерно эти 3000 за 10 партий. Зафармил. Немножко как бы хакнул систему, в общем, это как-то не очень красиво было, да, потом он попытался сделать обычным образом. Не факт, что смог, но это было 3000 рейтинга Чискома тогда. И вот он всеми тоже мне предлагал, а вот давай-давай. Ну, как-то, я не знаю, настолько это лень. То есть у меня там этих много аккаунтов на них, там, по 3200, как бы, да, то есть там на Чискоме, да, то есть там 3000, то есть там разные на... А ты там дебюты отрабатываешь, да? Да, я раньше этим баловался. Ну, как баловался? Раньше этим занимался, но в какой-то момент я понял, что это не настолько анонимно, насколько хотелось бы, да. Я помню, что перед матчем с Магнусом я в какой-то момент уже, ну, может быть, там, реально накануне, перед тем, как к такси там сесть, там, да, там, тем же вечером сидел, что-то играл, и играю с Хикаром несколько партий, ну, с анонимного аккаунта, и он, ну, просто он явно дает понять, кто это, ну, с кем он играет. То есть он на стриме говорит, ну, это явно, да? Ну, не совсем так, что, не-не, это не Магнус, это не Магнус, но это, да, да, это вот, но вот Магнус, но, типа, да, тоже очень шахматист, да, да, да. А он знал или он догадался по стилю. Не, по стилю невозможно, мне кажется, было догадаться, но я думаю, что у него там есть какая-то, я не знаю, теневая админка, как это называется, или какие-то прямые контакты, вот, ну, может быть, тогда были. А ты, типа, аккаунт создавал, загружал свой ID? Не, я просто просил, не-не, ну, если хочешь аккаунт с мистером, конечно, ты должен загружать ID. Ну, вот, да, вопрос. У меня была партнерка, ну, как бы, тот у меня партнерка с Чиском, я просил, сделайте мне аккаунт, и, как бы, у меня админы делали аккаунт анонимные. Ну, я говорю, такой, пожалуйста, вот, никтейм мне нравится, да. Короче, слили, видимо. Получается так. Вот, ну, то есть это не настолько анонимно, насколько хотелось бы, но, с другой стороны, сейчас, может быть, даже в этом нет большой проблемы, что если это не какая-то суперновинка, суперкакое-то дебютное откровение, можно уже играть, там, не знаю, как там, под своим именем. В любом случае, там, десятки, сотни этих партий, там, вторники, рапиды, обычные партии, да, то есть там есть даже какой-то сайт. К несчастью, я о нем довольно недавно узнал, по-моему, openings3.com, который просто сканирует все партии игрока на игровых зонах, там, тоже наличайте на ческоме, например, то есть можно искать по базам, ну, не ручками сходить на ческом, а просто вот по фамилии ищут, то есть это, конечно, облегчает задачу. Вот, ну, и как бы в обычные базы они попадают, так что, ну, столько вот этого как бы мусора будет, что я не думаю, что кто-то будет серьезно там копаться, да, то есть там люди, конечно, так готовятся, да, когда серьезно какие-то партии, но пойди еще разберись, что из этого, как бы имеет смысл, что из этого просто сыграно там, не знаю, потому что, ну, что-то надо было сыграть, да, а бы что. Ну, анонимные аккаунты, то есть у тебя их много, не будем выдавать все тайны, понятно, какие-то. Было больше, мне сказали, что вообще ты вообще нарушаешь себе правила, у тебя и так их там, типа, там, четыре, что-то такое, в таком духе, а вот по правилам можно один, я говорю, ну, да, говорю, ну, вот, мне так жалко, там, у меня там, вот, три двести, может, не будем, ну, да, и в общем, у меня, по-моему, я на них не заходил, но вроде... То есть я больше на анонимных, чем на основном? Да, конечно, ну, я с основного играю там всякие там вторники, да, там просто захожу поиграть. На вторниках теряешь очки из-за фиде-мастеров? Не, ну, на вторниках в целом тяжело как бы там что-то поднять, потому что там нужно набирать, ну, если ты набираешь условно там девять с половиной, ты, наверное, поднимешь рейтинг, если набираешь там, ну, девять, не потеряешь, меньше девяти, то уже будешь в минусе. Среди, ну, даже там три тысячи там сто примерно, ну, у меня даже сейчас чуть меньше. Ну, и так, опять, это там сесть какой-то там один вечер поиграть, вот, это будет там, ну, не знаю, три сто с чем-то, может, три сто пятьдесят. А еще один вечер поиграть, снова будет три тысячи. Понятно. Ладно, вернемся к теме. Вот Хикару часто говорит, что ему помогает его стримерская деятельность, что он меньше парится на тему там шахмат профессиональных и вот более расслабленно играет. Раньше он загонялся, сейчас нет, поэтому результаты пошли в гору. Как ты думаешь, на тебя это как-то распространяется? Или я слышал другое еще точку зрения. По-моему, Леви говорил, он, когда уходил из шахмата там какое-то время назад до того, как вернуться, что ему очень стрессово, потому что он играет партию, понимает, что он сейчас проиграет, что ему нужно про это будет рекап записывать, и это его удручает. Честно говоря, вот уже фраза «Леви уходил из шахмата», она так сама по себе очень смешная. Понятно. То есть, ну, очень сложно уйти, когда туда еще не пришел ни разу, да? Вот, то есть, ну, он, наверное, где-то играл там до какого-то возраста, потом стал преподавателем, потом он уже стал как бы там, как называется, контент-криэйтором, да, последний, ну, во время пандемии. Вот, сейчас вот он, да, у него такой поход за нормой, да, ну, посмотрим, чем кончится, интересно. Вот, ну, касательно Хикаро, я думаю, в первую очередь, это какая-то финансовая независимость в его случае, да, что вот он, ну, просто играет не там серии, как там в рассказе там «Кусок мяса», да, что ты вот плохо там, плохо выступил, тебя уже там, не знаю, там, тебя уже на следующий турнир не позовут. Ну, вот интересно, да, что пандемия как раз прошла, у него там был, может быть, рейтинг там 750-760, и он просто вот в каждом турнире прибавлял, 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 вот это как бы, это немножко диковинно. У него пик все-таки был, наверное, даже выше, да, у него был, мне кажется, первый пик рейтинга в году в 15-м, там, там, 2817 у него было, я в какой-то момент обалдел, я смотрел свои старые партии, смотрю партии с Хикаро и с Кубкой мира, и, значит, у меня рейтинг 2800, может быть, 17, у него, я смотрю, что за ерунда, 2817, просто, ну, как бы, я там матч примерно, ну, там, скорее проходил под небольшим моим давлением, да, а смотрю, там, 100 пунктов рейтинга разница, думаю, может, какой-то рейтинг близ, не, нифига, рейтинг в классику. Ну, сейчас же рейтинговая дефляция из-за этого. Сейчас, ну, как бы, дефляция не на всех распространяется, то есть у него, наоборот, у него, как бы, дефляция, да. Вот, и он, ну, может быть, действительно, отчасти это так, как бы, да, что он просто, как бы, играет там в удовольствие, что для него там нет большой разницы именно, ну, то есть психологически этот барьер он какой-то преодолел, да, что для него нет разницы, он играет, например, в интернете, он играет партию в классику. Это, если это правда, то это, конечно, прикольно. Вот, но так или иначе, это все звучит, там, довольно, довольно красиво, но, например, там, партию, когда он играл в Мадриде в последнем туре с Дингом, да, его, как бы, нища выводила на второе место, которое, как бы, давало, может быть, там, шанс на матч, да, и он там, ну... Рассыпался. Не, он не рассыпался, но видно, что он, как бы, там, по ходу партии неоднократно сошел с ума, ну, в плане... Перенемничал, то есть? Да, да, в плане принятия решений, ну, там, решения, ну, там, где-то мог ходы повторить, он не повторил, там, да, то есть, там, ну, в общем, позиции, ему, по идее, это уже только ничья, и он, ну, играл... То есть, даже, ну, не то, что плохо, как бы, то есть, там, нельзя сказать, что плохо, но крайне странно, странно, и в итоге, как бы, проиграл. So, he literally does care. Да, конечно, да, он, в принципе, еще видео выпустил что-то типа Dear YouTube, I care too much. Да. Proofing. Не, ну, это, конечно, наверное, кокетство немножко, да, что он прям совсем не... Ну, он, в принципе, такой, как бы, шоумен весь из себя, как бы, да. А на тебя это никак не давит, что, там, условно говоря, неудачно сыграл, еще рекап записывать, вот, отстой? Да не знаю, ну, конечно, лучше быть, это, молодым и здоровым, а не старым и больным. Лучше выигрывать, чем проигрывать, но я пока прям после таких, как бы, чувствительных каких-то поражений рекапа не записывал. Ну, все впереди, я так понимаю. Ну, вот с Уэсли история была такая обидная для тебя. Ну, она не обидная, не обидного-то тут немного, ну, просто это... Меня именно взбесило, что это как-то сисимо-сисиски, как это говорил Райкин, да? Сисимо-сисиски. Что он систематически сбивал фигуры в цепоте с доски, да? Ну, как бы, то есть это у него как бы привычки. Он раньше играл гораздо более грязно, то есть у него там... По-моему, они в какой-то момент проводили матч без добавления, ну, что-то типа там клатч какой-то в Сент-Луисе, и там был матч Домингес с Весли. Второй матч был, по-моему, что-то, может быть, не помню, то ли Каруана Грещук, то ли Грещук топал, то ли Каруана топала. В общем, точно был матч Домингес с СО, и это матч, на котором реально проделась кровь. То есть там какие-то были окровавленные часы, там кто-то кого-то, я не знаю, что-то поцарапал, что-то там, не знаю, что-то случилось. Кошмар. То есть шахматы говорят, безопасный вид. Нифига. Вот, то есть там было без добавления, там, по идее, были как бы все предпосылки, что там на секундах начнется какая-то грязь, но все-таки не настолько. То есть мы там видим всякие там видео с Армагеддонов, когда там фигуры по доске катаются, ну, там оба без добавления играют. А здесь как бы, да, ну, там, классика, сделал ход, уронил половину фигур там своих чужих, и я как бы просто жду, пока он поправит. То есть, в принципе, как в парке играешь, просто пережал, и пока он поправит, у него качается время. Но это как бы не поправило. Ну, а я в следующий раз, конечно, что-нибудь такое сделаю, потому что это enough. Вот, но это как бы меня скорее, ну, наоборот, как бы теоретическое воздействие на меня оказалось, условно, рекап, потому что, как бы, ну, иногда нужно в окно покричать. Выговорился, понятно. Да. Ну, давай закруглим систему креаторства, но последок просто интересно, какие у тебя цели? Вот ты говорил, я 5 миллионов там пока не планирую, а сколько планируешь? Какие у тебя кипяи? Ну, вот, там, за 100 тысяч дают же серебряную кнопку, я не знаю, или за сколько. Вроде да, у меня есть. Поздравляю. Спасибо, но это давно. У тебя одна серебряная или? Одна. На англоязычном еще долго. Way to go. Да, ну, вот, может быть, не знаю, там, ну, я просто очень, я не очень понимаю, как растет, как бы, да, то есть, там, примерно, как растут просмотры, как вот растут, там, зрители, потому что я вот, когда первые несколько видео записал, у меня примерно за неделю там было, там, ну, может, 35 тысяч подписчиков, стало 50. Ну, я думаю, о, думаю, нормально, сейчас, там, через месяц будет 100. Вот, но сейчас пока у меня, допустим, ну, я хотя контента выложил намного больше, просто по минутам, да, я, как бы, намного активнее, но сейчас, например, у меня 50, сколько там, 56 или 57, то есть, считай, за месяц. Ребят, подписывайтесь на Яна, если что вы здесь делаете. Потом можно подписаться, да. Потом можно подписаться, главное, чтобы отца мы где-нибудь, там, сфоткать, там, 100 тысяч, и нормально. Не, не надо, отписаться. Ну, я думаю, что сами решат. Вот, да, и я не понимаю, как это работает, ну, я просто как-то решил, что это, ну, такой приходящий, да, то есть, там, будут люди смотреть, там, ну, ну, мне кажется, 100 тысяч это неплохо для русскоязычного канала. То есть, я понимаю, что я могу, наверное, перейти на англоязычный контент, это будет, там, для меня проще, да, наверное, то есть, в плане набора аудитории, но мне как раз интересно, чтобы в русскоязычном сегменте что-то было там, ну, окей, канал Левитова неплохой, вот, но помимо его канала, ну, да, то есть, там, канал Сергея Шипова, он все-таки там, ну, там, мало, мне кажется, ну, там только комментарии и игра, комментарии и игра, как бы, да, все такое, скажем так, немножко не то, что я делаю, а другие каналы, они там, ну, все-таки больше там про то, что как вот выиграть в два хода или что-нибудь в этом духе, или со сборами партий, то есть, ну, тоже это, тоже ниша, в которой я себя пока не вижу. Понятно. Давай поговорим о твоей карьере как шахматиста. Очень, конечно, интересно за всем этим наблюдать, был такой супердраматичный турнир претендентов. Как бы ты, вот, ну, уже прошло какое-то время, да, несколько месяцев с этой финальной партией, с Каруаной. Я смотрел выпуск, где ты у него на подкасте тоже рассуждал, про эту партию вы обсуждали. Мне интересно, вот спустя вот эти месяцы, как ты вообще оценишь, как бы ты вот, ну, коротко, вот в формате такого питчера, сказал бы, описал бы, суммировал бы этот турнир для себя? Ну, как, у меня была какая-то тактика, я ее придерживался, как известно, вот, как мужик в замечательном видео. То есть, это одно из моих любимых. В целом это работало, но где-то какие-то партии, конечно, там, ну, в сферическом вакууме, да, то есть, там, примерно за две партии с рейтинг-аутсайдером хочется набирать, ну, больше, чем 50%, вот, но, как бы, так вышло, что со мной он играл, например, в обе партии хорошо, да, то есть, это условно были пол очка, на которые я, как бы, рассчитывал лишние, да, то есть, там, но не добрал, вот. Но при этом у меня как-то, ну, с Видитом хорошо получилось. Видит обидел зато, да. Да, то есть, у меня какая-то хорошая статистика с финалистами, с теми, кто отобрался с первого места большой швейцарки, у меня 6 из 6. Два из двух с Фанхау, два из двух с Ферруджи и два из двух с Видитом, да, то есть, это вот на трех турнирах, так что, вот, с нетерпением жду, кто будет следующий. Надо только самому еще отобраться. Вот, а на самом деле, ну, турнир очень тяжело шел, то есть, там, то есть, я, как бы, быстро какие-то две партии выиграл, да, то есть, но потом такая наступила, скорее, там, черная полоса, да, что, там, не очень хорошие партии, ну, объективно, по качеству, да, то есть, там, много плохих позиций, да, и это немножко, ну, это просто банально тяжело, то есть, даже, там, немножко морально, потому что ты приходишь, у тебя плохая позиция, как бы, да, то есть, там, и ты играешь не то, что где-то, там, ну, плохая, но с контр-игрой, а вот ты, как бы, да, то есть, там, должен, ну, просто отбиваться и, как бы, без надежды на перехват. И таких партий было много, причем подряд, и, на самом деле, там, даже партию, которую я где-то выиграл, когда, там, в 11-м швейтуре увидят, она, как бы, тоже была, что у меня, вроде, сначала, там, получше бы дебют, и потом, так, я, ну, я уже хотел заговорить результативную, и меня просто уже, как бы, немножко, так, вот, ну, ты там уже бросился. Кровь кипела, я, как бы, немножко, да, там, что называется, заудил, но в итоге повезло, да, то есть, ну, тоже, кстати, могло повернуться иначе, да, как и много других партий. В целом, по позициям, мне, как бы, не на что жаловаться, то есть, там, плюс три, это, скорее, там, я перебрал, ну, меня, скорее, вот, ну, так огорчило, что в какой-то момент, там, осталось, там, несколько туров до конца, там, когда, там, Ферриджи уже, ну, и то, что бросил играть, ну, как-то так, мне кажется, без должного усердия, да, то есть, я не знаю, вот самая показательная партия, наверное, была с Каруаной, да, когда, вот, там, просто, ну, он черный проиграл Каруане, но именно, то есть, метод достижения цели, что, ну, вот, там, вместо, там, любого, скажем так, логичного хода у него позиция хуже, как бы, да, без, там, предпосылок на контур-игру, но какой-то ход делается именно, ну, как бы, чтобы, как бы, побыстрее что-то определилось, как бы, да, то есть, ну, не в плане защиты, а в плане просто, а вот сейчас ход такой сделаю, и хоба, что-нибудь получится. Ну, молодой, импульсивный парень, конечно. Ну, может быть, да, ну, то есть там был какой-то, не знаю, там, его основ был какой-то, да, такой, ну, небольшой скандал, да, но все равно, как бы, да, тоже, наверное, помогал. И в целом мне, как бы, да, оказалось, что я вот, ну, как бы свои, там, там, плюс 3, там, наберу, да, плюс 3 удержу, это будет, ну, минимум, перебой, потому что все-таки, там, плюс 3, плюс 4 набрал Каруана в 2018 году, я плюс 5 набрал в Мадриде, ну, это, скорее, мат погрешность какая, да, в Екатеринбурге. То есть, ну, плюс 3, плюс 4 это первое место, конечно, или дележка, но плюс 3 мне казалось тоже. Но я, как бы, недооценил все-таки, да, что вот на двоих, там, два, там, там, седьмое, восьмое места, они, наверное, наберут, там, минус 12, минус 11, что-то там Абасов минус 7, по-моему, да, причем со мной две нищие. Вот. И чисто по математике, как бы, да, то есть, я, во-первых, ну, я своими партиями особо не наиграл, да, и, во-вторых, ну, когда там люди набирают по 3 из 3 на финише, причем не кто-нибудь один там накатывает. Ну, это ж классика, да, то есть, там, там, ну, например, Корякин в Берлине, да, он там стоял минус 1, потом идет 3 из 3 набрал, да, то есть, там, и вообще включился в гонку за первое место. А причем все. То есть, Накамура в какой-то момент проиграл, вышел в полтинник, проиграл второй вид, и он набрал 3 из 3. Фаби, то, да. Фабиана вышел в полтинник, набрал 3 из 3. Или, может быть, ну, 3 с половиной из 4. Гукиш проиграл, значит, этому, кому-то он проиграл в Ферудже, и в втором круге тоже, там, первую партию к 15, ну, первая партия второго круга свидетела, в 15-м ходу, ну, уже выиграна черными и так далее. И, как бы, все прям набирают, 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 а я немножко странно себя чувствовал, как бы, да, что я, как бы, вроде лидирую, и там, в принципе, все неплохо, но при этом, ну, там, свою партию закончил, да, ну, даже неважно как. А, как бы, люди там, ну, там просто происходит что-то, ну, не знаю, невероятное. Может быть, отчасти я поэтому примерно, как бы, свидетелем так и сыграл, потому что я понял, что это уже не про шахматы, это уже какая-то такая игра, то есть не про качество партии, это скорее, там, про ну, отчасти, как монетка, там, не знаю, как карта ляжет. То есть не вынесла душа поэта уже, надо было что-то делать? Не, ну, как бы, я, там, в принципе, рискнул и получил, что удачно, как бы, да, то есть там, но потом, как бы, да, то есть у меня две партии с Пагнанандой белыми и с Анакамурой белыми, да, то есть я, там, в одной я как-то очень тяжело переживал предыдущий результат, там, с Видя, там, как-то все силы были отданной борьбе, и я следующую партию решил, что я просто, как бы, ну, будет игра, будет, какая-то игра была, но такая, я постарался максимально без риска сыграть, а Анакамурой, ну, было получше, но я что-то не почувствовал момента, вот, но это, как бы, по-самому по себе неплохо, да, плюс три перед последним туром, но когда, там, перед последним туром у тебя плюс три, еще у двоих плюс три, и еще одного плюс четыре, это анекдот. К такому жизнь меня, естественно, не готовила, вот, ну, и последний тур, как бы, да, там, в принципе, сложный довольно, да, в любом случае с черными, с Фаби, то есть, в целом, ну, я об этом в подкасте у себя тоже, кстати, говорил, что жеребьевка, она довольно гнусная получилась, да, то есть, в первом же туре играешь с черными с Абасовым, ну, условно, эта партия туре в двенадцатом она была бы, ну, там, когда человек, там, раз пять уже проиграет, он уже будет играть по-другому, а здесь, ну, скажем так, без большого усердия, наверное, да, а здесь он прям, как бы, первая партия, да, такой, как первая партия на турнире, свежесть, да, то есть, он недорогой рукой меня там отсушил, ну, я мог, наверное, как-то пытаться, да, то есть, но, условно, поменять там расцветовку хотя бы, да, с ним, как бы, да, или, например, последний тур я играю, ну, почти наверняка, с прямым конкурентом я играю в черном и в последнем туре, и это, ну, как правило, в турнире, который, в котором все идет очень плотно, и вот, там, не знаю, каждая полочка на вес золота, то есть, ну, в принципе, так и получилось, что партия в известной степени за первое место была или за тайбрейк, вот, но, окей, например, поменяйте цвета, и, как бы, мы уже там иначе будем на это все смотреть, ну, что поделать? Ты не жалеешь, что играл чересчур надежно, вот, складывалось впечатление... Да я не играл надежно, это... Ну, это, как бы, я сыграл, наверное, надежно... Ты не играл там старо-индийскую какую-нибудь против Абасова на Д4, вот этот праг сыграл и победил. Я сыграл надежно, ну, праг сыграл, там, у него сколько, ну, это, ну, это, понятно, ни на что не влияло, но, что, типа, риска больше, но и... Нет, ну, я об этом много думал, как бы, как, я, условно, играю партию с Абасовым тем же в первом туре, да, то есть он, ну, он не такой плохой шахматист все-таки, да, то есть, и понятно, что когда ты, там, проиграл партии три или когда ты, там, пока играешь нормально, ты будешь играть по-разному. Вот, надежно я сыграл, наверное, ну, там, две партии, объективно. Это первая была с Фабиана, потому что, ну, я не очень понимал, в какую испанскую он пойдет, ну, вообще, Е4, Е5, поэтому... Но он еще играл с цилианской, то есть я надеялся, что он в цилианскую выйдет, но в цилианской я был, как бы, хорошо готов, а в испанской у него очень большой периметр, и я, как бы, рисовал, что, как бы, ладно, если Е5, то есть у него, как бы, плюс два, партия с прямым конкурентом, я, как бы, и после этого у меня, по-моему, на следующий день партия с накамурой черными, и мне, как бы, ну, целесообразно немножко, ну, там, подготовиться, потому что у меня до этого были проблемы в русской, вот, я, как бы, взял такой, ну, полу-выходной, чтобы подготовиться к следующей партии, и, в принципе, оно отчасти себя оправдало. И следующий, и вторую партию, которую я играл, как бы, надежно, в кавычках, это, как бы, с прогнандой белыми, вот, ну, окей, там он играет тоже много дебютов, он вышел во французскую, то есть, в тот день был сыгран на две французские, Накамура Ферруджи, и вот я с прогнандой. И оба в размин. Оба в размин, и вариант довольно ядовитый, но он, вообще, как, вернулся в моду, что на русскую партию нечего было делать, и решили переходить во французскую, ходить D3, кони в 6, D4. И, в принципе, D5, самый умный ход, плюс-минус, и получается вот разменная французская. И, ну, как бы, вот в одной партии получилась какая-то большая борьба, там, да, то есть, там, Ферруджи что-то там какие-то ходы там налепил, там был слон D6, C4, C5, вот, известно. А прогнанды, он лучше знал, видимо, дебют, как бы, да, сделал хороший ход конь C6 для начала, а потом конь G7, и там, ну, просто какая-то такая вязкая партия, где-то я хотел сыграть на атаку, потом понял, что это какая-то большая глупость, тебе надо уже просто все менять, чтобы хуже не получить. Вот, и это, как бы, вторая типа надежная партия. Все остальное я, как бы, ну, либо старался как-то играть, либо отбивался. То есть, ну, что поделать, ну, сыграйте лучше. Я хотел всегда тебя спросить, а почему ты играешь в русскую партию? То есть, ну, ты такой атакующий шахматист, ну, все говорят, что ты, ну, все, кто разбирается, говорят, что ты, там, просто божественен в атаках. Почему ты... Понятно, что там, может быть, это, ну, скорее всего, это продуманная стратегия, чтобы, там, черным цветом убить игру и так далее. Но все-таки ты считаешь, что тебе стилистически подходит этот дебют? Ну, дебют, он довольно неплохой, во-первых, да, то есть, это объективно. Во-вторых, надо еще понимать, да, что мы, как бы, играем тоже, как бы, мы не сеанс даем, не с начинающими играем, да, то есть, и надо еще сокращать возможности соперника, вот, что немаловажно. То есть, ну, можно, как бы, отличный, как бы, дебют Найдов, например, да, то есть, он замечательный дебют, его можно играть, но, как бы, этот дебют с колоссальным периметром и с, ну, объективно даже больше, чем в русской партии, нагрузкой на память. Причем, как бы, ну, в чем разница, что если ты в русской что-нибудь не вспомнил, ну, ты, там, сделаешь какой-нибудь крепкий ход, получишь чуть похуже, но ничего такого, как бы, не случится. Если ты где-нибудь в Найдерфе что-нибудь не вспомнишь, не, а что бывает? Ну, с Накамуром, ну, и там был очень острый у вас. Ну, острый, как бы, да, то есть, ну, я, как бы, самосознательно пошел в вариант, который я на Кнооне повторял, там, правда, потом чуть-чуть перепутал. Повторял. Да, чуть-чуть перепутал, потому что, ну, окей, дедушка уже, видимо, старенький, да, уже голова не соображает. Но все равно, то есть, там, у него, как бы, получше, но позиция очень сложная. Как бы, в Найдерфе, там, ты что-нибудь перепутаешь, но получишь мат, например, да, как бы, ну, не во всех вариантах, но и так далее. Вот, не, понятно, что, ну, просто дебюты, они сейчас с компьютерами, они всех дебют хорошие, то есть, на, там, глубине, там, 40, 50, 60, уже там, везде равенство вообще, во всех дебютах, во всех выменяемых вариантах. Вот, ну, русская партия, она изначально, как бы, я уготовил к матчу с Магнусом, вот, и мне в целом не все в ней, как бы, нравилось, ну, нравится и нравилось, да, то есть, но, как бы, с Магнусом это было довольно разумно, то есть, это хороший матчевый дебют. И потом я, как бы, ну, во многом, за счет русской партии, я выиграл кандидатки в Мадриде, потому что, ну, в принципе, это один из возможных сценариев, то есть, люди пытаются как-то поставить проблемы, соизмерять риски очень тяжело, потому что, ну, даже ты, там, что-нибудь подготовил, какой-нибудь длинный комбатской вариант, там, да, где-нибудь что-нибудь, там, отклонилась, и позиция, она, как бы, если ты не играешь с ее, ну, белыми, так, на два результата, что довольно сухо и мало шансов на победу, вот, ты, как бы, ну, берешь на себя некую ответственность. И в целом этот дебют не хуже других, да, то есть, там, это очень живая фигурная игра почти везде, то есть, понятно, что, там, можно, ну, можно так про любой дебют сказать, что, вот, там, белые, там, получат, не знаю, там, шах на В5, там, дадут тебе на Найдерф, там, будешь ты, там, я не знаю. На Конь-Д7 одна будет отсушка, если захотят белые, на Слон-Д7 будет другая, да, то есть, там, и тоже на два результата везти, вот, ну, и так про любой дебют, ну, не знаю, на Е4-Е5 могут белые вообще пойти в четырех коней, например, да, там, играешь испанскую, у тебя четырех коней, там, да, ну, и так далее. Это все очень, ну, такие поверхностные рассуждения о том, что какой-то, там, дебют, как бы, слишком надежный, не-не-не. То есть, это стереотип русской партии, ничем не в этом плане не менее скучной, не более скучной. Не, ну, как это некий, как бы, шантаж, да, что все-таки, если белые хотят получить полнокровную такую борьбу и играть на победу, они должны рисковать. А, то есть, такая мета-игра соперников. Ну, в некотором роде, да, то есть, ну, не нужно прям рисковать, да, ну, например, там, вариант такой, самый такой, наверное, за белых, один из принципиальных, это вот вариант с длинной рокировкой, конь-С-3, конь-С-3, ДС, там, делать три нуля, и, как бы, там, черные могут идти в длинную сторону, там, у них похуже и скучно, могут идти в короткую сторону, там, огромное количество вариантов, и там, ну, реально, вот такая игра на перегонке, там, белые, там, успеют добраться до, там, поля, там, не знаю, аж 7, или, там, черные подорвут, там, все на ферзем фланге, и, там, мат тоже будут давать. То есть, чаще всего получается ни того, ни другого, да, чаще всего, там, как-то все меняется, и получается снова ничья, но это, как вообще так в шахматах. Чуть-чуть такие поверхностные знания, они порождают, может быть, такое недопонимание. Я просто видел, часто в интернете пишут, блин, Ян, почему играют русскую партию? Ну, в интернете, если пишут, значит, так и есть, как бы, да. Боттл, я не знаю, продолжает ли сейчас, ну, вроде он мне в подкасте в англоязычном сказал, что сейчас пока на паузе, вот, бывший секундант, член команды, один из важнейших Магнуса Карлсона, Ян Густавсон, джесс-мейстер, ну, на английском моем канале есть подкаст с ним, или скоро выйдет. Интересно, каково это было, получил ли ты какие-то, там, не знаю, инсайты Магнуса и так далее, как это вообще было? Да, сложно сказать, ну, прежде всего, ну, как, такой, такой спокойный, немножко замкнутый, может быть, где-то даже совсем апатичный, да, то есть там, вот, но в целом это довольно неплохо, да, когда у тебя там тоже, как бы, есть такой островок спокойствия в команде, да, то есть мы с ним ездили как раз там, с ним как познакомился вообще, ну, чуть ближе, да, мы с ним играли где-то в какие-то партии, да, в классику, ну, я знал, что он работает там в команде Магнуса, там трудится, но у него обычно была зона ответственности, это вариант Маршала, который Магнус уже играл много лет, ну, и Густавсон большой специалист, да, вот по этому варианту в испанке, вот, и он, значит, тренировал как раз команду VR Chess на прошлогоднем чемпионате мира, и вот там я как-то с ним получше там его узнал, ну, и как бы сейчас большая проблема с визами вообще, как бы, да, в США в том числе, и вот поскольку ему там как-то европейцу примерно виза там делается, не знаю, там от 15 минут до, не знаю, до недели, может быть, не знаю, может быть быстрее, да, там, в те же самые Штаты, ну, я подумал, что, в принципе, интересный будет опыт с ним поехать, и потом с прицелом, может быть, на Канаду, да, потому что опять та же самая будет проблема с визами. Поехать, в смысле, в Сент-Луис? Да, в Сент-Луис мы там съездили, я там сделала 8 ничьих благополучно, да, то есть там, ну, правда, у меня там было там позиции 3 выигранные, но, как бы, не удалось ничего реализовать. Ну, это все-таки большое испытание сложное, да, то есть там турнир претендентов, там, не говоря уже о матче, да, и, во-первых, с визами были большие проблемы, во-вторых, как бы, ну, там не то, что было там много объективно желающих, то есть, ну, как бы, у меня костя команда сохранился, да, но, как бы, все говорят, ну, да, я готов там работать, но там, условно, удаленно там, да, и так далее, и так далее, то есть они, как бы, все там отличные специалисты, хорошие ребята. А ты не фанат удаленки? Ну, именно на турнире, ну, как бы, чтобы морально как-то не подгнить, если что-то идет не так, все-таки важно, чтобы рядом был человек. А когда Магнус с тобой играл, ребята в Таиланде сидели, насколько мне известно. Да, у него, как бы, ребята сидели в Таиланде, но, как бы, с ним там был, не знаю, там, папа, сестра, Питер Хайне, повар, массажист, там, это самое, и так далее, то есть там не нужно думать, что он там, не знаю, как это... От одиночества, в общем, не страдал. Как это, ушел в монахи, принял в самом этом. Аскезу. Аскезу какую-то, да. Ну, и как бы так, мы с ним начали, ну, как-то сотрудничать, и, ну, хороший, конечно, специалист, да, то есть там, очень такой приличный аналитик, да, ну, вот, не знаю даже, что сказать там по каким-то там тайным разработкам, там, ну, это вообще, это немножко такая... Ну, понятно, что у всех есть какие-то свои идеи, да, там, кто-то смотрел, один вариант больше, кто-то меньше, но сейчас настолько плюс-минус одно и то же показывают все компьютеры у всех, что, ну, если, допустим, лет 5-6 назад что-то было откровением, да, то есть там кто-то первый получил доступ, например, к нейросетям, там, да, там, анализировал уже другими какими-то критериями, то сейчас, ну, сколько людей, а мнение одно и то же, как бы, примерно у всех, да, то есть там такого уже нету, что тайные, там, анализы в стороне диска и еще где-нибудь там, да, то есть там кто-то опровергнет, Грюнфельд, да нет, ну, там, если кто-то опровергнет, его опровергнут, как бы, там, все, там, примерно на следующий же день, да, то есть там, вот, а, ну, остальное это уже, как бы, там, дело вкуса, там, дело выбора, там, тот или иной дебют, тот или иной, та или иная схема, вот, так что какие-то, там, знания команды Магнуса, там, тайные ко мне не перекочевали. Блин, обидно, я надеялся. Не то слово, да. Как вообще устроена у тебя работа с командой? У тебя есть, я так понимаю, еще несколько ребят россиян, в которых на тебя работают, правильно? Ну, это вот в такие, как бы, в тучные времена, я бы сказал, да? Это когда подготовка? Ну, матч или кандидатский, матч кандидатский, там, конечно, да, там работает несколько человек, а сейчас, ну, не так понятно, да, то есть этот год, он, по сути, он даже не отборочный, да, то есть это весь только, как бы, как это, фидоцирки, вот, который, ну, объективно, я, как бы, в этом году не борюсь ни за что, ну, там, с вероятностью 99%, вот, ну, следующий год уже будет такой более важный, да, то есть там много отборов, там будет Кубок Мира, будет Большая Швейцарка, да, будут тоже те же самые места из Циркюта, там уже другой будет подход. А в этом году, ну, просто я как-то вот приехал, там, из... вернулся из Торон, ты что-то там пару дней посидел, но начал просто сам заниматься, потому что я, в принципе, не очень люблю сам заниматься, но, с другой стороны, меня как-то это взбесило. Это спортивная злость? Не, ну, как, ну, типа, там, знаешь, первый раз в жизни такой, приехал на кандидатский и не выиграл его. Да. Как это вообще, как это возможно? Понятно. Чуть-чуть это самое первое, там, пыл, он немножко поугас, но, с другой стороны, я сейчас, как бы, начал играть больше, да, у меня там очень много турниров, там, даже если, как бы, не на турнире, только он-то онлайн обязательно нарисуется, не вторник, так среда. И сейчас, получается, тоже август довольно загруженный, то есть, там, три турнира в августе, вот, в сентябре, наверное, тоже какие-то турниры будут, ну, может быть, больше все рапиды, но, не знаю. Ну, специальные, ну, как правило, я стараюсь приезжать, там, с секундантом на турнир, то есть, ну, в Бухарест я ездил с Владимиром Чучеловым. Он же тренировал много кого. Вот, он, ну, работал, да, прям, ну, почти со всеми, со всеми топовыми шахматистами, да, ну, тоже очень такой приятный человек, тоже интересные какие-то мысли у него по поводу, там, шахмат по поводу дебютов. Сейчас вот в Сент-Луис поедем с, скорее всего, с Яном, как раз, да, то есть, это как бы на паузе, но, видимо, сейчас вот эта пауза, она чуть-чуть будет снята. Ну, вот, ну, сейчас, как бы, жалко, что не сезон NBA, как бы, он там фанат NBA, я тоже там люблю посмотреть, вот, так что придется чем-то другим заниматься. Придется шахматом заниматься. При случае, да, при случае. Как ты готовишься? Вот ты сказал, начал сам заниматься, вот интересно, как у тебя это разбито, там, дебюты, тактика, что-то там еще. Понятно, что ты уже, наверное, там, постиг все, что можно. Присполнился в познании, да, как идущий к реке, да, я уже настолько присполнился. Да, он, кстати, был у нас тоже на подкасте. Классный выпуск, да. Да, рекомендую, один из лучших на канале. Короче, да, вот понятно, что ты, ну, сложно уже, да, как принцип Паретта, ты уже там изучил, наверное, практически все, что можно, но, наверняка, же что-то остается. Да нет, на самом деле, это сейчас, опять же, с новыми компами, это, ну, как бы, то есть, те дебюты, например, которые я довольно долго не трогал, да, то есть, там, у меня все-таки репертуар, он не стоит на месте, да, то есть, это для, не знаю, вот сейчас там начал много играть, по крайней мере, ну, в Рапиде я там пробовал играть, там, не знаю, у Женайдов, как бы, снова, да, то есть, там, то есть, я его смотрю примерно, ну, я, наверное, года четыре к нему не прикасался, потому что, ну, как бы, были матчи, да, то есть, там вообще были другие приоритеты, другие шахматы, им нужно было играть, ну, как бы, окей. Типа черными ничего делать? Ну, не обязательно, но окей, как бы, то есть... Не рисковать? Ну, скажем так, ты имеешь свой, не то, что не рисковать, ты имеешь, как бы, свой периметр, в котором тебя очень тяжело достать, вот, условно, вот в панцире ты сидишь, и это, как бы, для важных турниров, где, как бы, белыми хотят люди выиграть у тебя, это, ну, в целом, не самая глупая стратегия, да, то есть, они, как бы, сами, какой-то горе от ума у них случается, они пытаются как-то, там, не знаю, удивить, но если ты хорошо поработал, тебе удивить сложно, ну, типичная, там, партия, например, с рапортом в Мадриде. Это где у тебя Ферзер Де Лади? Да, да, он, как бы, там, что-то сыграл вариант, думал, редкий, ну, у меня, там, примерно, смотрю, ну, думаю, ладно, человек ничью сейчас сделает, там, да, отличный выходной, а он все думал-думал-думал-думал-думал, как бы, да, и в итоге решил, там, что продолжить надо борьбу, как же так, там, он уже, там, шесть ничьих сделал, еще буду играть. Классная партия. Да, и, как бы, я, там, начал партию, там, самостоятельную игру со оценки, типа, минус полтора, примерно, минус два черными, ну, отлично, как бы, да, ну, там, выиграл, как бы, ну, спасибо. Отчасти не то, что типичный пример, но это такой пример, такое бывает, да, когда вот люди хотят прям вот во что бы это ни стало, как-то сбить, удивить, там, какая-то вот идея такая, да, казалось бы, хитрая. Вот, но теперь, например, если речь идет о том, что нужно, как бы, больше партии выигрывать, там, чтобы повышать рейтинг, там, набираться в турнир, то, например, разумно, может быть, пересмотреть в пользу такого более, не знаю, там, ну, приходится из-за этого как-то, и сколько она приходится вылезать, да, то есть, например, и, ну, нужно какие-то подключать другие дебюты, там, да, там, белыми, там, можно, там, играть, там, испанскую отлично, но можно играть, там, не знаю, там, Т4, там, не знаю, С4, Коньев 3, там, да, там, другие дебюты, даже итальянскую. Так что всегда есть что изучать, потому что, ну, невозможно быть, там, экспертом во всех, там, дебютах одновременно, да, то есть, это можно, то есть, можно, скажем так, готовить, там, один маленький дебют на одну партию, да, ну, там, кто-то играет постоянно какой-то вариант, вот я что-нибудь там подготовлю, тут идейка, там идейка, да, там тяп-ляп. Но как бы иногда даже будешь попадать. Попадать в подготовку, да, там, дети хлопали в ладоши, папа в козыря попал, и все. И как бы отлично, такой супер подход. Но на самом деле на дистанции это наоборот, мне кажется, такая большая работа, но дает больше. Ты говоришь дебюты, дебюты, а помимо дебютов что-то есть? Или на твоем уровне в основном только это? Помимо дебютов в основном только форма, то есть надо, ну, как бы, ну, там, все остальное это форма практически, да, то есть это... Форма эта, имеется в виду, решать иногда тактические какие-то задачки? Ну, не иногда, почему? Регулярно. Регулярно. Ну, просто чтобы, как бы, ну, некие, как бы, не знаю, как сказать, тонус, что ли, игровой, да, то есть это хорошо считать варианты, да, то есть там, ну, не знаю, не тратить время, там, не знаю, там, ну, как-то нерационально. То есть это банальные такие вещи, которые, ну, они не помешают никогда. Там, знаешь, ты дебют или нет, тебе нужно будет потом все равно играть в партии. И вот, как бы, что партия игралась, она как-то, ну, не обязательно как по маслу, да, но хотя бы, чтобы, как бы, что-то, ничего не вижу. Вот. Ну, поэтому нужно находиться в тонусе, да, то есть либо играть просто много-много-много там турниров разных, ну, это иногда затратно. Либо, да, ну, что-то какие-то решать позиции. А, как бы, все остальное, то есть, ну, это все-таки это знания, да, то есть там типовые структуры, типовые планы, да, то есть там в новых дебютах, даже в старых дебютах, неважно. Ну, как бы, дебюты это нагрузка на память, а все остальное, это такие, скажем, общие знания. Вот мышцу счета вариантов, про которую мы начали говорить, ты, значит, тренируешь регулярно задача-задача рознь. Есть прям такие позиции, которые там нужно, там, два часа-три часа решать, они как бы сложные, многоступенчатые, да, то есть именно. А можно там, ну, банально, то есть в день там партии пощелкал там пазл рашки, там, дошел до сложных, и вот там, ну, сколько там, когда они начинаются 60, там, 70, да, или пазлы на лечесе. Ну, то же самое, да, то есть это как, то есть нету времени, ну, когда чувствуешь, что, не знаю, это надоело, можно как бы прекратить как бы датум или чувствуешь, что как бы видишь. То есть еще сейчас, к сожалению, сейчас вот как не дадешь твиттер, да, там открываешь ленту, и там вот миллион этих каких-то, не знаю, made in free, made in two. Причем люди как бы нереально как бы спамят, я не знаю, ну, вот откуда у них столько как бы вдохновения, да, то есть, видимо, ну, как бы с компьютером они как-то там сидят там. И вот, ну, они, к сожалению, эти задачи, они очень сильно повышают самооценку, но они призваны повысить самооценку не только, ну, наверное, у любителей, но как бы, ну, обычно где-то полсекунды это занимает, смотришь, вот там полсекунды, там, решил, ну, там, пролистнул дальше. И таких как бы там пока листаешь, там, долистаешь до чего-то, до чего хотел, ну, таких уже позиции 5 тебе попадется. Потом, конечно, одна, где нужно подумать уже 3 секунды, то есть это как бы, да, это уже как бы посложнее, да, и так далее. Вот. Ну, я все-таки о форме, думаю, сегодня, а на самом деле, ну, там позиции реально, ну, там, не знаю, на кого они рассчитаны. Для начинающих, скорее всего. Вот как залипают в интернете жахматисты, в отличие от ваших этих рейлзов. Практически как это замещает тактическую тренировку, да, если... сторону, то, ну, на самом деле полезно, да, какое-то, ну, там, полчаса в день, может быть, нужно решать. Ну, вот этюды я решал. Я вот, кстати, перед Торонто я прям провел отдельный большой сбор, ну, там, ну, неделю, там, может быть, даже больше. Это на Мадеире? Не, на Мадеире это был другой отдельный сбор, вот мы сидели с Максимом Тлаковым, и просто вот он мне там ставил разные позиции, я решал. Это было вот просто неделю подряд. То есть у меня как бы было там примерно 6 часов решения в день и спорт, как бы, да, то есть это две составляющие. То есть никаких вообще дебютов просто, то именно вот, потому что я сыграл до этого турнира в конце, и смотрю, что я как бы вроде играю это неплохо, более-менее, но у меня какие-то там, ну, там, зевки там одноходовые там, да, там бывают, что в целом не то чтобы не характерно, но по идее это скорее там всякая такая. Разнообразное тактическое зрение, это скорее вот такое. Тактическое разнообразие, ну, наверное, мой скорее плюс, чем минус. Тут как бы понял, что надо банально этим позаниматься. Я вот перед кандидатским я даже, наверное, больше занимался, меньше дебютами, а больше занимался именно вот счетом вариантов, там, тонусом и прочим. Я хотел прокомментировать для наших зрителей-любителей, что вы-то не увлекаетесь слишком дебютами, а то вот все мои топы-гости рассказывают про дебюты, про дебюты, но на уровне любителей, я думаю, что Ян согласится, важнее вот как раз-таки считать там задачи, заниматься эндшопелем. На уровне любителей самое главное получать удовольствие. Ну, я да. Абсолютно, абсолютно, честно, ну, до фонаря, вот что это будет, не знаю, там, партии, не знаю, этюды, вот вам, чтобы главное, чтобы вам это нравится, вы это делаете. Ну, тоже вот мне сейчас люди там пишут, а вот как поднять рейтинг? У меня вот 1700, я хочу 1800. Я говорю, ну, ваша жизнь не изменится, если у вас там появится 1800, если вы не хотите какую-то, не знаю, профессиональную карьеру, ну, что маловероятно. То есть вот просто играйте вам, если вам это нравится, там, делайте то, что вам нравится. Это же как бы, ну, там, хобби, отдохновение. У вас есть такая цель, ну, окей, бога ради, там, да, там, тогда как-то прикладывать усилия. Но не нужно, не знаю, ну, там, вот это как бы там галочка, которая, что вот я там... Как вот как игрок в доту, да, я очень сильно у меня там за несколько перекарибровок, я потому что играю раз в год примерно, да, или раз в полгода, я себе очень сильно уронил рейтинг. Но в целом я не могу сказать, что мой экспириенс как-то стал хуже, да, то есть игровой. То есть я как бы точно так же, я там радуюсь, когда выигрываю, расстраиваюсь, когда проигрываю. Это там условно на сколько, на 5К, на 3К, еще там беру там какие-то аккаунты у друзей на 7К. Это все одно и то же, как бы, да, то есть если у меня нету цели там стать, там, примерно войти в топ-10, как бы, да, то в чем вообще, ну, в чем цимис? А если вот в доту, я, если что, максимально далек, я знаю, что такое там ММР и вот так далее, вот, ну да, я очень далек от доты, у меня соседи по общаге в универе играли, поэтому там какой-то линго я нахватался, но не более. Вот, мне интересно, вот сейчас твой, если вот рейтинг ELO в доте, если был бы, вот не как ваше... Под микроскопом надо будет его рассматривать, под микроскопом. Ну вот сколько ты там условно говоришь? Ты же был когда-то супертопом? Не-не-не, супертопом я прям никогда не был, я неплохо играл в первую доту там, ну, я очень много играл, там, я там 10 часов плюс в день играл, и как бы это в какой-то момент приросло количество в качество, а во вторую я там, ну, играл чуть-чуть, ну, приемлемо, ну, как середняк, в лучшем случае никогда не играл там близко к профессионалу во вторую, по крайней мере. А сейчас я, ну, там, такой, ну, любитель-любитель прям вообще. Ну, то есть прям меньше двух тысяч, условно говоря, по шахматным меркам? Да, во шахматном, я думаю, да, конечно, меньше двух тысяч. А, даже так? Я думаю, да, 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 да. Ну, условно, если брать, там, ну, вот, что там, условно, вот эти 3200-3300 честкома, это было бы, я не знаю, там, сейчас 12-13 тысяч, это ММР в доте, да, то есть, ну, у меня, ну, там, типа, 3-4, да, то есть считать, ну, ну, немного, короче, да, там. Понятно. Да, ну, я, честно говоря, на больше и не претендую. Ну, хорошо. Ну, вот, уже как бы. Было бы, было бы совсем жестко, если бы ты, если бы ты в обеих этих дисциплинах уничтожался. Я вот в Харстоунчик захожу, там, это легенду беру каждый месяц, это с телефона, и нормально. Это твой guilty pleasure? Ну, практически, это, по-моему, одна единственная игра, которая у меня осталась, которая, там, это я примерно в перерывах между ничего не деланиями я могу еще в Харстоун поиграть. У меня девушка-эксперт по Харстоуну, надо ей передать, она будет в восторге. Круто. Ну, что, смотрел я один подкаст, точнее, не подкаст, вот, и подсмотрел там формат один, блиц, хочу тебе позадать твои же вопросы. О-о-о, это да. В конце подкастов, Ян, если что, он спрашивает. Вот, да, твоим же оружием. Любимый шахматист? Блин, у меня не получится как бы близ, мне не получится быстро отвечать. Я как бы не ожидал такой, как это, подлянки, если честно, да. Так, значит, кто у нас этот? Это у нас Карамник отвечал, что Каспаров. Гащук отвечал, что нету или Корчной. Ну, пусть будет Олехин. Я вот в детстве любил сборники партии, как бы, да, то есть это у меня какое-то особое отношение, видимо, осталось. Кайф. Любимая шахматная книга? Международный турнир Гроссмейстеров Бронштейна, 1953 года, это одна. И, ну, очень хорошая, наверное, но не любимая, это мои великие предшественники, вот, пятитомник, да, но прям, наверное, если любимая, то вот международный турнир. Окей, твоя любимая партия. Сначала твоя, потом чужая. Перепутал порядок. Сори. Плохо смотрел. Ну, там было всего два подкаста. Я смотрел. Моя любимая партия, это прикольный вопрос. Я, значит, ну, в детстве играл такую партию, значит, с кандидатом мастера, как бы, да, каким-то, может быть, может, там, не знаю, там, мастером по переписке в Брянске. И как-то вот я в дебюте, там, он сыграл голландскую, я еще это в дебюте сыграл, там, играл на всякие, там, а4, а5, рано выдвигал, там, в стиле как-то альфа-зера, да. У меня такая конструкция была, что у него ферз стоял на c7, ладья на а8, ну, и, там, пешки а7, b7, там, да, конь b8, слон c8. Я бы, где-то ему нанес конь c4, конь b6, аb, аb, там, на полный ферзер, ферзер б6, ладья бет а8, ну, и, как бы, качество выиграл, выиграл партию, ну, там, на чемпионате области. И мне, значит, сказал мой тренер, там, Зильберштейн, что, говорит, ну, говорит, ты на классе выиграл. Ну, вот. Ну, это не моя любимая партия. Это просто, я подумал, что такая одна из памятных. Затянул время просто. Да, ну, какие-то вот отдельные ходы приятные есть, как бы, а у меня в целом какой-то перекос в, не знаю, в партии, где я, там, сыграл максимально близко к компьютерному, как бы, там, это компьютерные оценки. То есть у меня таких партий 2-3, наверное, за всю карьеру, прям, по первой линии. Ну, вот с Личао у меня супер, супер прям чистая партия, что и идея сработала, как бы, да, то есть, там, я потом добил очень жестко от Личао 2017 год в шарже на гран-при. И очень хорошая партия с Магнусом в 2011 году в Виконзее. Что партия, которую я вообще, примерно, не хотел играть, как бы, то есть, я, там, до этого проиграл Смитсу, вообще хотел, там, примерно, чтобы поскорее турнир закончился, но при этом пришел и сыграл прям, ну, очень хорошую партию. То есть, ну, наверное, там, из, ну, по качеству, наверное, одной из лучших. Ссылки оставим на партии. Так, теперь чужие. Ну, вот Полуевский Нижмединов известная комбинация, но это, скорее, комбинация такая, как бы, одна из самых впечатляющих. У меня вот два гостя, мы называли 24-ю партию матча 85-го года. Но я не настолько хорош, как это в историях матчей. Сложный вопрос, сложный вопрос. Можно, конечно, ее же назвать такой-то от балды. Кого? Ну, ее же можно назвать, конечно, от балды такую партию, да, что тоже, там, это Карпов-Каспаров, да, то есть, но не могу сказать, что я вот, ну, честно говоря, для меня вот эти партии в матчах на первенство мира, они как бы, ну, я сам немножко поиграл тоже, они, конечно, такие интересные, напряженные. Вот ставки высоки, но они не обязательно прям такие самые прям суперинтересные. Вот я недавно пересматривал партию, например, кажется, Рэти Олехин, по-моему, 25-го года. Да. И где к вопросу силы игроков, там, маэстро прошлых лет, значит, там, Олехин, он... 98, что ли, точность, да, у него? Ну, да, он ходу в 20 по... То есть, в сложной позиции у него похуже, он, как бы, ходу в 20 по первой линии подряд сделал, там, современного СТКВШа и выиграл. Вот эта партия меня, как бы, впечатляет, ну, впечатлила, да. Какие я сложные вопросы задаю, оказывается. Вот видишь, почувствуй себя на месте. Ну, пусть будет тогда Рэти Олехин, да? Пусть будет, пусть будет. Хорошо. Самое яркое шахматное воспоминание? В детстве, наверное, оно такое около шахматное, что я, значит, поехал, мне было, наверное, лет 10, мы поехали в Грецию на этот чемпионат Европы, и там, помимо того, что был шведский стол, что для меня тогда шокировало, там еще, значит, была всякая, значит, там была фанта, например, да, только с разными вкусами, у нас она была фанта, когда апельсина, там была яблочная, мандарин, лимон, там прям разные-разные. Я потом, значит, рассказывал школе, мне никто не верил. Вот, это, несомненно, для меня тогда было большое впечатление. Вот, тут не совсем шахматное, это, скорее, такое бытовое. И ты еще выиграл, да, этот чемпионат? Ну, я там выиграл 8,5 из 9, как бы, да, то есть там я хорошо играл эти турниры. Это тогда ты Магнуса впервые сделал? Не-не-не, это еще 2010, да, это 2000 год, он тогда, мне кажется, еще как бы не выступал на таком высоком уровне. Ну, прям ярко, наверное, положительно из последнего. Ну, наверное, вот в Мадриде какой-то турнир, вот этот турнир президентов, это такой турнир, с какого-то момента превратился в праздник нескончаемый. Он, правда, закончился рано или поздно. Начались трудовые будни, но прям такой турнир. Приятные на всех отношениях. Что дать тебе о шахматах? Тут, кстати, нужно процедировать Сашу, это настольная игра, вот, в которую я по-прежнему неплохо играю, и вот мне очень как бы, ну, у меня как бы главная мотивация вообще, видимо, то есть это не олимпийская такая, да, то есть не главная часть, для меня главная победа. Ну, примерно, чем бы я, ну, во что бы я не играл, там, неважно, в компьютерную игру играю, я там проиграю, я расстроюсь, да, я когда выиграю, я обрадуюсь. Вот, поэтому, ну, в первую очередь, это игра, в которую можно выигрывать, вот, а потом уже, ну, там, наверное, все остальное, как бы, да, то есть там работа, хобби, все вместе, как бы, да, то есть там, ну, любимое занятие, да, то есть, ну, вот, да, вот эта игра, в которую хорошо играю и выигрываю. Последний вопрос, но только не нужно у Грищука тут подрезать тоже ответ. Если не шахматы, что есть не шахматы? Ой, это самый, наверное, простой, ну, как я из такой семьи, из учительской династии, можно сказать, да, то есть у меня там, по крайней мере, там, вот, мама, дядя, бабушка, дедушка, все учителя-педагоги, да, и я думаю, что я, в принципе, мог бы стать относительно, ну, не самым, может быть, таким бездарным учителем, да, так что, наверное, кому-то, кого-то чему-нибудь учил бы, в общем. Ну, ты учишь сейчас людей шахматом, так что отчасти педагогический талант все-таки востребован, ну, в смысле, учишь своим примером, вдохновяешь. Ну, или так, да. Круто. Ян, у меня традиция играть в конце подкаста с гостями в Блиц, с форой по времени. Хорошо. Если не откажешь, мне буду очень рад. В этот раз не откажу, в этот раз я, у меня настроение лучше, чем в Самарканде. Отлично, тогда магия монтажа. Так, ну что? Поехали. Поехали. Да, 4 секунды. Целых. Целых. Не меньше. Сбил. Не меньше, но и не больше. Только по флагу и все выграем. По позиции вряд ли получится. А вот по флагу шансы есть. Ну, ладно, ладно. Так. Жбочек буду трясти. Стрясу. Ладно. Надо идти вперед. Наверное. Конечно. Мы уже здесь. Мы уже впереди. Мы уже ждем. Так. Что ж так сильно ты играешь? Меня же твой секундант потренировал уже. А-а-а. Уже как бы. Ладно. Вернее. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь буду рубить флаг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...